Бурная реакция болельщиков на трибунах не редкость, но с сегодняшнего дня за порядком на стадионах и других спортивных аренах будут следить по новым правилам. 20 января вступил в силу так называемый закон о болельщиках. Это постановление правительства России, которое утверждает правила поведения для зрителей. Жить по новым правилам придётся и главной спортивной арене Кирова. Хотя большинство мер безопасности на родине уже существует. Осуществляется постоянно видеосъёмка трибуны на предмет того, чтобы зафиксировать, если какие-то правонарушения будут. Около 80 человек всегда присутствуют полицейских. Также у нас частный охран предприятие, с которым у нас есть договор заключён. Они осуществляют пропускной режим. Также действует запрет проноса алкогольных напитков. Хоккеисты и судьи выходят на лёд в оцепление охраны, а зрители от игровой площадки отделяют барьер. Согласно постановлению, больше всего запреты коснутся болельщиков. Нельзя будет скрывать свои лица, проносить на стадион оружие любого типа, пиротехнику, красящие вещества и духовые приспособления, например, рожок. Не пустят на игру и с флагами или баннерами провокационного характера. В Кирове серьёзных беспорядков не было. Наши любители хоккея во время матчей ведут себя прилично. Это наша команда, мы пришли за неё болеть, как бы, и болеем все мирно. Тот, кто болеет за команду, они не причинят им вреда. На футболе беспорядки, на хоккея всегда дружно. Главное новшество в законе – создание чёрного списка нарушителей. Тем, кто в него попадёт, запретят посещать игры на срок от полугода до семи лет. Правда, в этом моменте, по словам специалистов, есть ещё некоторые недоработки. Кто будет эти списки отслеживать, точнее, отслеживать, их будет, соответственно, вести МВД. Но как контролировать человека в этом списке или не в этом? Поэтому тут некоторые широковатости ещё будут. А если занесённый в такой список зритель всё же проберётся на трибуны и нарушит правила повторно, ему придётся заплатить штраф от 20 до 25 тысяч рублей. Или отправиться за решётку на срок до 15 суток. Марина Крашенинникова, Николай Шихарбеев, Бюро новостей Давича.